Лего и Люди Икс. Взрывной рецепт, за которым фанаты охотятся вот уже больше 12 лет. Но почему судьба радиоактивных людей в нашем любимом конструкторе оказалась такой тяжёлой? Прямо сейчас разберёмся в истории этого феномена, а поможет нам в этом приглашённый редактор, Пёс Мистера Дитковича. С вас подписка на канал главного эксперта по Лего Марвел в России, ну а Пёс обещает поделиться своим эксклюзивным мнением о главной новинке этого года. Какой? Смотри видео до конца. Ностальгировать начинаем с того самого легендарного набора 2012 года. Росомаха против вертолёта впервые показался на выставке Toy Fair в Лондоне. Надо признать, шуму сайт навёл едва ли не больше, чем новинки по Мстителям того же сезона. Кстати, фанату на заметку. На живых фото с выставки легко заметить сырой дизайн коробки. Первому в своём роде набору особое место в коллекциях фанатов. Отсюда и цена. 350 долларов сегодня, хотя когда-то он продавался за каких-то 20 баксов. Секрет раритетности это, конечно же, три мини-фигурки. Магнета, Росомаха и Дэдпул. Последний является эксклюзивом, ведь с 2012 года персонаж больше ни разу не выпускался в серийных наборах. Следующее появление Людей Икс в Лего произошло в июле того же года на Комик-Кон в Сан-Диего. Эксклюзивная мини-фигурка Феникс, она же Джин Грей, в её классическом комиксном образе была выпущена ограниченным тиражом в тысячу штук. Её средняя стоимость сейчас колеблется между тысячу и полутора тысячу долларами. Хотя эксклюзивы с Комик-Кон это особая тема, они всё же являются частью истории Лего. А что уж говорить про такую красотку с обложки комиксов. Несмотря на самобытность Людей Икс, Мстители и прочие Питеры-Паркеры намертво застолбили весь регулярный ассортимент Лего. Следующего набора фанатам пришлось ждать целых два года. Противостояние мутантов со Стражем стал проходным релизом за 50 долларов, что, впрочем, не помешало ему сегодня подрасти в цене аж в три раза. Сюжет набора построен вокруг Росомахи, Шторм, Циклопа и Магнета. Медленно, но верно, команда героев продолжает расти. Фанаты были в восторге, ведь казалось, что это начало новой эры Людей Икс в Лего. Однако оказалось, что это был последний полноценный набор по теме Людей Икс на долгие годы. Я тут подожду. Три года спустя, в январе 2017-го, вышел малюсенький с этой серии Mighty Micros. Этот, мягко говоря, спорный в глазах взрослых фанатов формат мы обойти вниманием не можем. Всё-таки в центре внимания Росомаха и Магнета, пусть и в нелепых образах. В том же году на Комик-кон представили ещё один эксклюзив. Мини-фигурку утки Пула. Говар Тутка в костюме Дэдпула. Средняя стоимость которого тоже варьируется в пределах тысячи и полутора тысяч долларов. Кто бы мог подумать, что голова фигурки – это перекрашенная голова Дональда Дака. Через год, в 2018-м году, выходит ещё один эксклюзив Комик-кон – Шериф Дэдпул. Надо признать, Шериф – мужик самый былинный. Эта мини-фигурка стала одной из наиболее желанных среди эксклюзивов. Её стоимость также колеблется в районе заветной отметки в полторы тысячи долларов. 2021 год стал важным для взрослых коллекционеров Лего Марвел. Вышел первый крупный эксклюзив – Небоскрёб Дэйли Бьюгл. В наборе появилась мини-фигурка Файер Стар. Супергероиня, хотя и ассоциируется больше с мультсериалом Человек-паук и его удивительные друзья, также была частью Людей Икс. Вот уж точно приятная пасхалка для фанатов, чьи надежды на полноценную коллекцию угасают с каждым годом. В апреле 2022 года, спустя 8 лет, вышел следующий набор с Росомахой. 141 деталь и одна мини-фигурка. Четвёртое появление Логана в Лего обернулось небольшим скандалом. Изначально релиз был отложен из-за проблем с устойчивостью. Вот так выглядел мех Росомахи из первой партии. Блогеры, добравшиеся до ранних копий набора, подтвердили, что проблема заключалась в конструкции таза. Именно эту часть дизайнеры незамедлительно переделали и усилили. Но вот поворот. Несмотря на исправление в модели, Лего не стал обновлять дизайн и коробок. Так что по факту изображение меха на коробке не вполне соответствует содержимому. Зато счастливые обладатели первой партии Росомах могут похвастаться настоящим раритетом. Попробуйте найти другой такой набор. 2023 год стал возвращением мутантов в Лего благодаря сериалу Люди Икс 97. В июне вышла сборная экшн-фигурка Росомахи, собравшая смешанные отзывы. А через два месяца в продажу поступает набор айкон с адамантиевыми когтями Росомахи. Правда, фанаты встретили новинку довольно холодно. Завершающим моментом года стала вторая серия коллекционных мини-фигурок Marvel, включавшая три мини-фигурки Людей Икс. Это был прекрасный подарок к выходу мультсериала Люди Икс 97 в 2024 году. Успех сериала и вовлеченность Лего во франшизу уже не оставили сомнений, что мы увидим гораздо больше Людей Икс в Лего. Но не будем забегать сильно вперед. В январе 2024 года вышла обновленная версия Икс Джета. Первый полноценный набор по Людям Икс за последние 10 лет. Сет включает 359 деталей и четыре мини-фигурки. Циклоп, Росомаха, Магнета и Роук. Но вот проблема. Неадекватный ценник в 85 долларов. Каким бы прекрасным и долгожданным ни был набор, цена убивает почти всю радость от покупки. Но вот мы и подошли к апогею всего, что Лего делало по Людям Икс по сей день. Особняк Икс. Передаем микрофон псу мистера Дитковича и задаем главный вопрос этого года. Брать или не брать? Здарова народ, с вами Пес. Чтобы ответить на этот вопрос, пройдемся по всем плюсам и минусам этого долгожданного эксклюзива. Начнем именно с минусов, о которых все почему-то молчат. Например, модульность особняка. Дизайнеры пытаются подать это как преимущество, ведь новинка соединяется с другими постройками Марвел. Но, как по мне, особняк ну никак не смотрится среди небоскребов. Хоть и выглядит такая улица внушительно. А вы приглядывались к задней части особняка? К моему большому разочарованию дизайнеры не продумали легкий доступ к интерьеру. Например, чтобы заглянуть в комнаты на первом этаже, придется снимать все остальные. Давайте будем честны, это не очень удобно. Лично я ждал либо открывающуюся заднюю стенку, либо легко снимаемые панели, как в Дэйли Бьюгл или Башни Мстителей. Даже конструкция Санктум Санкторума ощущается целостнее, чем у особняка Людей Икс. Каждый этаж снимается целиком, а не разделен на три сегмента. Из-за этого только первые этажи особняка Икс закреплены между собой. Щели выглядят так себе. Лидера команды, профессора Икс, усадили в его каноничное кресло. Нужно было постараться, чтобы испортить такого ожидаемого персонажа в Лего. Мало того, что дизайнеры не использовали для фигурки ни одной уникальной детали, так еще и дизайн кресла просто ужасен. Серьезно, я видел десятки разных самоделок кресла Чарльза Ксавьера из деталей Лего, и это самое отвратительное из них. Раз уж я сказал о профессоре, то не могу не прокомментировать и остальные мини-фигурки. Особняк Икс мгновенно обесценивает январский набор с Иксджетом. Тогда мы уже получили ровно таких же Росомаху, Роук и Циклопа. Последний разве что обзавелся принтами на ногах. А Торсик Шторм точно такой же, как у ее версии из коллекционной серии мини-фигурок. В набор могли добавить новых злодеев Людей Икс, ведь Магнета, при всем моем уважении, появлялся уже 4 раза, и по сути это единственный злодей, который появлялся в виде мини-фигурки Лего. Чего не скажешь, конечно же, про Гамбита. И вот так плавно я подойду к плюсам этой новинки. Если вам нужна единственная причина, чтобы купить Особняк Икс, это точно Гамбит. Как же долго фанаты ждали его появления в Лего. А мультсериал Люди Икс 97 делает это появление еще более значимым. Но без спойлеров. Шикарными также вышли мини-фигурки и Бишопа, и Айсмана. Джин Грей и Магнета тоже очень даже ничего. А вот включить в набор Стража было одним из лучших решений дизайнеров. Это придало Сету просто бешеную динамику, и представьте, если бы мы получили одно только здание. Это был бы самый скучный из самых дорогих наборов Марвел. И почему-то никто не говорит о том, что Икс Джет из январского набора идеально дополнит Особняк. Осталось только придумать ему подставку, и будет пушка-гонка. Но хотелось бы сказать о самом важном, о любви к франшизе. Дизайнеры проделали поистине грандиозную работу. Всю ту любовь, трепет и уважение к Людям Икс, которые они вложили в этот набор, просто не передать словами. Это нужно почувствовать, собрав его и погрузившись в атмосферу радиоактивных людей. Пощупать и найти все эти пасхалки, отсылки, которыми просто усыпан Особняк. Это дорогого стоит. Это самый большой и крутой набор Лего по Людям Икс. И один из топовых наборов во всем Лего Марвел в принципе. Лично для меня это перевешивает все его минусы. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли покупать набор... Конечно. Да, стоит. А если вы фанат Людей Икс, то почему вообще вы задаетесь этим вопросом? А что думаете об Особняке вы? Расскажите в комментариях под этим видео, а еще обязательно заглядывайте на мой канал и канал Рарри Брик в Телеграм, где мы каждый день обсуждаем самые интересные штуки из мира Лего. Всем пока-пока.